всем привет всех приветствую кто заглянул на этот канал начинаем сегодня первый такой мини может быть полный как получится влог так что не обессудьте строго не судите а я уже встала почистила зубы позавтракали мы у меня сегодня сын дома вчера и сегодня чуть-чуть приболел и вирус какой-то я немножко буду с разговаривать сегодня мылась надела патчи это патчи корейские сайта йорпа 5 фи как то вот так вот они называются черной икрой которая вот значит я их уже поносила сейчас при вас сниму мы находимся в моей ванне что хочу кстати сзади шумит машинка надеюсь она сильно нам мешать не будет завела стирать постельное белье значит не лаут патчи чтобы снять при пухлости с утра стала прям вообще такая вся опухшая не пойму в чем дело правда вчера у меня кожа понесла сильнейший стресс из-за каких ну были бы такие ситуации жизненного характера значит мы находимся в моей ванне что хочу вам предложить вместе со мной сейчас сделать уход значит очистить кожу и нанести вместе с вами спробовать я уже ее пробовала но чтобы вам показать вот эту вот масочку тоже сайт айхерпа корейская компания elizabeth а который вот пузырьковая глиняная чтобы очистить наше лицо хочу почистить поры чтобы подсушила бы какие высыпаний которые у меня есть это у меня раздражение идет определенное периодически возникает я уже с этим продолжениями к дерматологу обращалась вот чтобы подсушилку какие высыпания и заодно вам показать как она наносится как она смотрится что с ней происходит ну чтобы вы умели в виду вместе с вами сделать сделаем эту масочку но прежде чем мы сделаем масочку давайте мы с вами чуть-чуть полируем кожу вот таким вот скрабиком белорусская косметика наша полирующий скрабик да то есть как бы поэтому так и сделаем чуть-чуть смочили лицо и наносим этот скраб он такой мягкий я вообще скрабы не использую потому что у меня есть как они называются венозные вот эти вот капиллярчики да постоянно забываю как называть короче вот так вот нанесла и начинаем круговыми движениями очищать ну все я смыла вот скрабик полирующий очистила подготовила лицо после этого скраба прям такая хорошая кожа становится очень мне нравится рекомендую вам немножко смочила волосы надо будет приводить порядок так открыла значит нашу масочку выглядит она вот таким вот способом так что у нас конфиксируется посмотрите прям вулкан вулкан вулканище это лопаточка которая идет да и вот и и надо наносить девчонки очень 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 быстро что если честно у меня не получается кисточкой наносить ее очень неудобно мне по крайней мере потому что такая консистенция вязкая очень вязкая но здесь составе есть глина здесь есть уголь немного чего другого там вот и она смотрите на глазах она начинает подсыхать плотно вот надо наложить все места где вас беспокоит ну то есть видите да еще как бы это лопатка какая-то несуразная неудобно я здесь зеркало смотрюсь вот потому что если я буду смотреться в камеру то мне вообще ничего не получится короче кто пользовался этой маской девчонки напишите пожалуйста рекомендации как правильно наносить как правильно полить это ваш отзыв пожалуйста если вас не затруднит в комментариях напишите может быть вы более способны в этом моменте у меня это не получается ну смотрите что происходит вот видите поэтому говорю старую футболку одевать вот видите триндец какой-то короче все надоело ты мне так уже было в первый раз вот поэтому я вопрос задаю за смогу ли я ее еще заказать повторно или нет ну вот что происходит потом смазка она начинает эти пузырьки начинают лопаться пока не там как написано в рекомендациях то есть в использовании да пока каждый пузыречек не полупается то есть нужно подержать ее там 5-10 минут вот по поводу то что выбираю зоева да зоева заева кисти и тоже хотела бы вас попросить очень-очень пожалуйста если вам не трудно те девчонки которых уже давно есть эти кисти которые пробовали которые вот там то есть на пользовались и поняли что они из себя представляют пожалуйста напишите рекомендация под этим видео какие лучше выбирать вообще стоит ли брать не стоит тени ли стоит не стоит брать также как бы и эти кисти вот и я знаете на чем у меня дилемма стоит вопросов отдельно брать кисти или все-таки набором взять когда я смотрю на наборы я понимаю что есть ряд кистей который мне вообще не интересно то есть ну как бы во первых у меня там либо они есть а я не визажист я этим не занимаюсь я чисто для себя да и либо есть такие кисти которыми я не пользуюсь там вы рисовку бровей туда-сюда то есть мне это не надо вот я больше наносить то он соответственно там румяный хайлайтер там коррекцию делать там и для глаз вот такого набора нету который вот мне интересует там 567 кистей отдельно брать тоже время не хочется этот сумочку она отдельно кстати стоит 1000 рублей вообще конечно друговато я могу сказать вот ну вот я думаю набором все-таки какой-то там набор присмотреть ближе к тому что мне надо и который не нужно но не нужно либо все-таки отдельно набрать но смотрите что с ней происходит она прям такая вся вулкан вулканище пузырьковая мы еще держим там такой знаете пощипывание покалывание происходит такое когда вот они вот там что ты про и там что-то происходит происходит прям такое преображение лица так что не забывайте кстати ставить пальчики вверх под этим видео и составляйте свои комментарии кто у кого какой опыт с этой маской но вот у меня вот так вот вот вам на свет пожалуйста красота какими именно средствами моющими какие я пользуюсь что я использую то есть для стирки для всего этого хочу вам показать сказать свои отзывы вот нравится не нравится все остальное сейчас я вас переверну так вот они у меня вот здесь вот находится в таком вот вот в таком вот чемоданчике вот таком чемоданчике давайте я вот сюда сейчас ну первое это конечно же наша любимая зева бумага туалет на только беру ее трехлистную двухлистную не люблю только люблю трехлистную как бы мне нравится ну вот такой вот так сказать у меня любимая щетка моего мужа который выкинуть пора уже давным-давно он все и удержит о это отдельная история значит что могу показать кстати тоже этот вот биолан порошок очень он его любит блин терпеть его не могу каждый раз покупать в тайне от меня зачем он покупает его когда и другие средства более выгодны хорошие давайте пройдемся по кондиционеру у меня и два кондиционера я пробовал кондиционер сайта от херб ну понравился но больше не нравится ленор вот я недавно купила новых покупках золотая орхидея супер концентрат очень нравится этот запах вообще супер 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 прям советую кондиционером я этим пользуюсь и вот у меня уже чуть-чуточку тоже ленор это жемчужный пион очень классный тоже мне нравится запах уже заканчивается уже все прям рекомендую запахи вот эти вот у этих двух кондиционеров вот эти вот запахи это просто бомба 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 значит ванниш ванниш у меня есть для цветного белья удаление пятен жидкий ванниш именно для цветного белья покупала fix price 100 рублей стоит дешево всегда у меня есть очень важно и также другой ванниш для белого белья тоже покупала fix price чисто для белого белья какие-то там если белые стираю вот рубашки я для сына купила специально для рубашек вот значит тоже fix price и покупала недавно купила вот этот попробовать части для мытья полов других поверхностей аромат горный родник еще не пробовала не знаю не мыло с ним полы купила попробовать вот недавно в покупках ходила fix price так дальше давайте посмотрим по поводу порошков значит у меня порошки только жидкого плана немножко дверь откроет и жарко жидкого плана вот значит такой порошок ласка для ежедневной стирки удаляет катышки взяла попробовать действительно удаляет катышки один литр на 16 стирок стирала кофты но здесь знаете что главное чтобы не шерсть и не шелка для всех видов для всех видов господи скажите мне тканей вот значит такое вот не понравился запах классный мне понравился результат действительно как бы что то есть в этом ну посмотрим будем дальше пробовать также из ласки взяла для черного белья эффект восстановления черного 3d интенсивная стойкость сияния на 16 стирок один литр вещи как новые напишет напишешь и да прям как в сказке живем но вот для черного белья взяла отдельно да чтобы чисто для черного белья запах классный так и вот у меня вот здесь вот он стоит поставила я купила такую поделали ариель вообще все вот эти вот я моющие средства стараюсь покупать со скидками никогда за полную стоимость я не беру либо фикс прайсе либо у нас евро спаре либо в пятерочки всегда есть какие-то скидки ну короче взяла для белого белья это можно для цветного и для белого ну кажется за белого горный родник гель консентрат вот такая вот большая бадья еще 300 миллилитров запах обалденный прям советую хочу вообще релище попробовать знаете что капсулы их не вот прям хвалит хвалит риэл и тает не знаю не пробовала я эти капсулы прям какое-то сомнение вот ну в данный момент вот у меня рельм стирается постельное белье вот значит для чего взяла беру для белого стирается у меня для постельного белья я стираю хорошо отстирывает ну прямо-то рекомендую вам классная еще мне нравится таких бадьяхтай тоже нравится ушла от порошкова потому что ну блин очень сильно во первых как бы машинку убивает и не прополаскивается до конца у меня этот постельное белье дальше у меня есть такая штучка тоже ой где покупала не помню то ли фикс прайсе то ли где не помню раз просерт проза просерт средство для матья стекла ты не требует смывания оставляет разводу блеск сияния ну короче периодически этим стекла я мою распылитель классный хорошая штучка то ли время в леруа то ли в ваш этом ваша не мы нет не в леруа либо в фикс прайсе мне просто машка маска мешает не говорить девчонки у меня уже все здесь падает так короче давайте быстрее сейчас и пойдем смывать силит bank антипятна гигиена мощи средства ванна кухня быстрое действие вот такое вот у меня есть пробовала пару раз не поняла эффекта будем пробовать смотреть и вот такой вот фикс прайсе купила по отзывам отзывом сильному хорошим отзывом недавно еще не пробовала хомстар средства для ванн тоже для любых типов ванн вот чистящая попробую расскажу вам вот это то что касается о то что касается вот такая вот я сейчас я вам перевернусь вы знаете что происходит вот это надо все сейчас смывать вы посмотрите вот весь вся обляпанная вся вот куда-то вулканическое состояние вулкан на лице все это падает на одежду обязательно одевайте старую грязную ненужную футболку вот и теперь что мы делаем самое главное чуть-чуть смачиваем руки и вот таким и движением показываю да мы мальгируем как это правильно сказать мальгируем больше с с волосами ну короче на лице делаем массажные такие движения все летит во все стороны вот это вот пенка она спадает еще призадумываешься стоит ее покупать в следующий раз или нет потому что многим а и много морозы и смотрите вот так вот то что осталось под пенкой средства вот таким движением начинаем водичка должна быть такая менее ну прохладненько не холодная и не горячая ну вот смотрите мы смыли с вами эту маску подождите сейчас я вас поставлю немножко повыше вот смыли масочку значит первое ощущение конечно кожу стягивает то есть такое немножко стяжение кожи есть но я ссылаюсь на то что у меня просто немножко кожа сейчас таком стрессовом состоянии того что возможно где-то может организм борется иммунная система борется с вирусом потому что немножко вот через сына могу заболевать второе то что есть определенные стрессы и третье то что сейчас я внедрила на ночь делаю кислотные всякие пилинги тоники наношу крема и все остальное поэтому она из-за этого может стягивать но сейчас что я хочу сделать вместе с вами дальше а пока после вот этой вот маски до нанести вот эту увлажняющую маску маркел белорусская косметика с клубникой и йогуртом а чё ты не фокусируешься вот мы ее сейчас нанесем с вами поддерживаем она увлажнит нашу кожу просто идеально и все будет хорошо ну все мы ее нанесли засекаем там 20 минут иногда я сижу 20-30 девчонки смотрите как круто впиталась маска продержала я 30 минут и вообще нету даже следа что она там есть да то есть все прям сосалось мою кожу ну что пошли смывать начинаем печь блинчики развела смесь я не делаю слишком жидкую мне не получается вообще с динами у меня туго все туго вот такая вот у меня смесь вот такой сковородки я и короче пику не помню название сковородки короче такие вот и блинчики меня не получается круглая мне вообще разные формы поэтому наидят с удовольствием все так что сейчас напеку все ну все девчонки и ребята готовы наши блинчики его столько получилось разной формы вкусненькие меням-ням если будем кушать с такой сгущеночкой красная цена из пятерочки нравится стоит копейки но вкусненькая там у меня варится греча вот она варится греча еще осталось нам сделать рыбку пожарить и будет счастье нашим желудком вот на этой сковородке я делаю блинчики вот даю сейчас я остыть чтобы помыть быстро классно получается так что всем приятного аппетита кто сейчас кушает ну вот подошло время чтобы пожарить нашу рыбку у меня сегодня рыба телапия или телапия как там ее правильно называют я называю телапии вот такие вот у меня кусочки вот еще думаю целиком жарить или напополам все-таки порезать жарю на такой сковородке стар нет название смотрите значит на масле алина жарю сейчас пока сковородка разогревается хочу вам показать свои приправы которые у меня находится здесь в ящике вот вот такие у меня приправки находятся в такой вот ящики в пластмассовом покупала я фикс прайсе его здесь у меня заменитель стоит так ну смотрите значит какие у меня есть быстро разогревается сейчас уже быстренько покажу вам здесь покупала это корицу обычную там да то есть как быть лавровый лифс все это понятно да вот мели цунели очень люблю эту приправу систематично покупаю и и значит из сайта херп у меня есть несколько приправ значит это корица так вот смотрите значит это корица основном все вот этой вот марки у меня идет все приправы чуть не хочет фиксировать это корица дальше у меня идет чеснок очень классная приправа чеснок постоянно покупая постоянно заказываю вот такой вот чесночок вот как раз у меня уже заканчивается он это новая упаковка была и здесь у меня идет кори здесь идет кори ну чё ты не хочешь то вот этой вот марки и в базилик базилик заказала в этот раз понравился мне очень базилик и прям рекомендую вам вообще этой марки все приправы ну значит по два часа будет фокус держи этот ловить вот базилик вот такие вот приправки у меня находится здесь значит что я хочу посолить я хочу вот эту приправку естественно чесночок всегда это я по настроению ну и посолить соответственно у меня здесь находится соль сахар соль я использую всегда всегда я соль использую морскую либо гималайскую вот морская соль покупаю в пятерочки постоянно обычную соль я не использую чтобы она не задерживалась у нас в организме ну все убирает все сейчас будем жарить рыбку часа загреется сковорода и будем жарить ну вот она у меня жарится кусочками разделила на пополам здесь уже посолила тоже разрезала пополам по прожаре каждые кусочки и потом сложу вместе сковородку рыбу че вкусная без гостей дети очень сильно любят цену не очень сильно любит ее там гречи стоит сковородку замочила кстати мою посуду я аусом что-то как-то к ним постоянно я тянется рука покупаю его и вот этот пустых баночках я рассказывала про мастер фреш чистящий крем раньше сив покупала тут ваша не наткнулась на него купила ну вот замачиваю немножко помочится постоит и просто то есть не надо там жить ими железными какого металлическими губками что-то делать всегда им пользуюсь нравится кошку кончики у меня мыть посуду тоже фикс прайс покупаю очень классные кстати жарится на медленном огне жарю но такая красота у нас получилось посмотрите все рыбку пережарила какая красивенькая вкусненькая просто как сказка вообще стульки текут аппетитная рядом с ней гречи приготовленная так что это легкий ужин прям как кстати можно сказать правильное питание очень вкусно очень отменно вообще вот моя рыбешечка просто 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 сказка попробуйте телапия наши блинчики они уже все завершены практически все мы слопали давайте будем прощаться вот на фоне это наверное картины которые у меня висит на кухне будем заканчивать этот влог так что не судите строго не обессудьте это первый наш влог в дальнейшем будет все лучше и лучше всем всего хорошего не забывайте подписываться на этот канал ставить пальчики вверх кому понравилось пишите свои комментарии пожалуйста дайте кто-нибудь совет отзыв по поводу кистей и теней за его за его как как-то называет так что всего хорошего всем берегите друг друга до новых встреч пока пока